В минувшее воскресенье церковь чествовала многих святых, а особо апостолу Иуду, брата Господня, и святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Франциского. В этот день митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений совершил божественную литургию в храме Свято-Семеновской гимназии Уральской столицы. За богослужением вместе с архипастырем молились педагоги и учащиеся, а также выпускники 2023 года. Подробнее о событии в сюжете Ольги Аверкиевой. История Семеновской церкви-школы началась в 1901 году, когда состоялась ее закладка. Спустя пять лет храм был освящен, а в пристроенных к нему школьных помещениях уже шли занятия. В 1930-е годы бывшая церковь-школа стала общеобразовательной. Затем здесь располагался музыкальный колледж. Передача церковного здания Екатеринбургской епархии началась в 2012 году, а через два года вместе с храмом возродилась и православная гимназия. И те ученики, которые пришли в 2014-м в первый класс, в минувший воскресный день молились за богослужением в храме. Обращаясь с архипастырским словом к воспитанникам гимназии, а также их родителям и педагогам, владыка Евгений отметил, что примером истинного педагога для нас является Иисус Христос. А он, как знаете, очень, как учеников своих он воспитывал, учил преседземной своей жизни. Не просто давал наставления, а он проживал с ними вместе жизнь. Не так, что они к нему приходили на уроки утром и уходили в обед. Они вместе ходили по всей окрестности Палестинской, ночевали под открытым небом, голодали, вместе утешались, радовались. Он их воспитывал, живя рядом с ними. Этот образ жизни рядом, по словам владыки, лучший образ педагогики. Ведь самый лучший урок – та жизнь, которую родители и учителя проводят рядом, перед лицом своих детей и учеников. Христос именно так и поступал. Так поступали и святые, которые научились у него святости. В их числе святитель Иоанн Шанхайский и Сан-Франциский, который своим примером изменял жизнь учеников. Дорогие родители, сотрудники, дети, прихожане, почитайте житие святителя Иоанна Шанхайского. И для себя столько уроков и каких-то заметочек найдете, которые помогут жить, спасаться и по-христиански, проведя эту жизнь, войти туда, где сегодня святитель Иоанн сияет во славе. Говоря о святосимеоновской школе, архипастер отметил, что это то место, где формируются новые личности, новые христиане. И сами воспитанники считают, что обучение в этой гимназии дает им ценностные ориентиры. То направление, в котором я должна ставить свою жизнь, то, грубо говоря, что плохо, что хорошо, и какие-то приоритеты в голове расставляет, что действительно важно в этой жизни, а что более второстепенно. Учась православной гимназии, эти дети из года в год получали не только знания, но и укреплялись духовно. Они научились очень многому. Они научились, прежде всего, молитве, благовинного отношения к вере. Они научились ценить те знания, которые приобретали за все эти годы. Они даже научились собирать и разбирать автомат Калашникова, потому что были у нас в том числе и военно-патриотические занятия. Наверное, они научились, прежде всего, ценить то, что они имеют. А еще ребята, расставаясь с любимым учебным заведением, знают, что здесь им всегда рады и готовы прийти на помощь. В этот момент всегда вспоминаю. Однажды в управлении образования, просто совершенно вот, ну, даже незнакомая чиновница подошла ко мне и сказала, вы знаете, я очень завидую вашим детям. Почему? Да потому что у них всегда есть, к кому обратиться за помощью. Они не одни. Они всегда, у них всегда есть, к кому обратиться за помощью. И это самое главное, наверное, вот то, что они должны вынести собственную стену гимназии. По окончании богослужения в актовом зале гимназии митрополит Евгений вручил аттестаты об основном общем образовании 19 выпускникам, среди которых есть золотой медалист и два серебряных, а в целом все показали хорошие результаты на экзаменах. Каждому из них владыка нашел теплое слово, особое благословение. Диплом красненького цвета, который говорит о том, что не красна изба углами, красна пирогами. Красен ученик не словами, которые о нем кто-то говорят, а красен тем учением, которое воспринял и которое сумел защитить, проявить. Спасибо большое всем учителям, родителям и тебе тоже за усердие. В завершении встречи дети показали всем присутствующим спектакль по мотивам сказки «Маленький принц» и запустили в небо белых голубей, как символ нового этапа жизни в христианском служении за стенами гимназии. Редактор субтитров А.Семкин